Доброго дня всем зрителям видеоканала Планета дзюдо! Я Роман Карасик и сегодня мы продолжаем небольшие наши видео уроки на тему тренировка дзюдо, которые можно использовать в качестве тренировочных процессов как самостоятельно, так и в группах с партнерами. И сегодня мы рассмотрим вариант разворота нашего тела при проведении приема броска, разных бросков, которые мы можем производить в стойке. Итак, первый вариант это разворот через живот, можно назвать еще разворот через грудь или разворот через лицо. Что это значит? Это значит мы будем разворачиваться именно вот в эту сторону, то есть в сторону нашего живота, нашей груди или нашего лица. Как это выглядит сейчас просто покажу. Вот такой вот разворот. То есть я стою, допустим, в правосторонней стойке, первое действие у меня делает задняя нога, она разворачивается, указывает направление и потом идет правая нога. Если я стою в лево сторонней стойке, то у меня первое действие делает правая нога, задняя нога и потом идет левая нога. Развернусь вот таким образом и покажу еще вот таким образом. Если мы это сделаем, имитируем еще захват, то это будет выглядеть таким вот. В каких случаях делается разворот через живот? Или через грудь или через лицо? То есть разворот как бы внутрь. Ваш соперник идет на вас или вас толкает, заставляет двигаться назад и вы делаете прием, бросок в ту сторону. Что это значит? Вот, допустим, мой партнер, да, вы представляете своего партнера и он начинает двигать вас назад. Раз. Два. У меня нога ставится уже в упор и я разворачиваюсь через живот. Еще раз посмотрим. Раз. Два. Разворачиваюсь через живот. Давайте вот в этом положении. Давайте вот в этом положении посмотрим. Раз. Два. И развернусь. В этом положении. Раз. Два. И развернусь. Как вы заметили, я именно разворачиваюсь в этом случае через, как бы внутрь, закручивая себя через живот, грудь или лицо. Какая может быть ошибка в этом развороте? В момент, когда меня толкают и я двигаюсь назад, здесь обязательно разворот только через живот. Нельзя разворачиваться через спину. Что это значит? Разворот через спину. Это когда меня толкают и я раз, поставил упор и вот разворачиваюсь вот так. То есть начинается движение через спину. Разворот. Через спину, через таз, через затылок. Смотрите, вот это действие неправильное. Когда меня толкают и я ухожу и начинаю вот так разворачиваться. Почему? Потому что я таким образом торможу действие моего партнера. Он идет на меня, а я разворачиваюсь назад. И тем самым я останавливаюсь его энергией, останавливаюсь сам и он может делать мне контратаку. Поэтому в случае, когда вас толкают, то мы разворачиваемся через живот. Видите, я опорную ногу поставил и только добавляю сюда вторую ногу. Еще раз, посмотрите. Раз, и вот она опорная нога. Раз, она не идет назад. Она идет вперед, продолжая движение, продолжая движение моего тела и тела партнера. Энергия вперед направляется. Для всех приемов, которые можно делать вперед. Смотрите, еще раз. Любой. И пол сувенаги. Раз, два, три. Можно тут сувенаги. Раз, два, три. Тая тоже. Раз, два, три. Как и гуру. Раз, два. И мы туда бросаем. Это что касается разворота через живот. Как его можно тренировать без партнера? Посмотрите, давайте еще раз посмотрим. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Небольшой шаг назад. Уже разворачиваю стопу. И вторая нога добавляется. Раз, два. 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 Еще вариант, когда мы разворачиваемся через живот. Когда мой партнер двигается в плоскости. То есть, представим, шагами передвигается в левую или в правую сторону. Если мой партнер движется в сторону, в ту же сторону, куда я делаю бросок или прием, допустим, я делаю в правую руку, и мой партнер движется туда, то и разворот мой будет идти через живот, грудь или через лицо. Все, смотрите. Я уже ногу развернул, и вот у меня идет разворот на бросок. На исполнение техники. В другую сторону. Я делаю прием в сторону движения. Тогда я разворачиваюсь через живот, через грудь. Если я делаю прием в сторону движения. Смотрите. Мы двигаемся в ту сторону, и в ту сторону я делаю прием. Вот таким образом я встану. Видите? Нога разворачивается. Не просто ставится, чтобы вот так перейти. Тогда вы ломаете свой корпус. У вас тело не развернется, таз не развернется. Мы указываем направление пальцами ног, ноги, мы указываем направление, направление броска. И тогда у нас будет разворот. Это очень важно научиться этому, чтобы уменьшить травматизм во время отработки приема. И чь, ми. Я развернул ногу. Развернул ногу. Вторая нога. Через живот, внутреннюю часть, я начинаю работать с плечом. И провожу прием. И еще вот так скажем. Плеч. Му. Сюда. Плеч. Му. Сюда. Два варианта разворота. Если мы движемся в линию. Это линии движения. Вот так. Меня толкают. Я делаю бросок в сторону, в которую меня тянут. То есть меня толкают в ту сторону, и в ту сторону я буду делать бросок. В этом случае я разворачиваюсь через живот. Через грудь, через лицо. Меня тянут боковыми передвижениями. То же самое я делаю разворот через живот. Еще раз запоминаю. Меня толкают. Я разворачиваю ногу, опору ставлю. И на этой ноге разворачиваюсь для проведения броска. Таким образом я не останавливаю движение, энергию моего партнера. И тогда мне будет легче носить. Давайте посмотрим еще раз. Вот моя позиция. Меня начинает толкать назад. Я не разворачиваюсь вот так спиной. Я вот этой ногой немного продолжаю движение вперед. И таким образом ловлю действие подпер. Любые приемы. Морат Суэнаги, Япон Суэнаги, Огоши, Уки Гоши, Тая Тоши. Все можно выполнять. Вот в этом действии. Это разворот. Сегодня, сейчас я вам показал. Через живот, или грудь, или лицо. То есть вот через внутреннюю часть нашего тела. Внутреннюю часть. Изучайте дзюдо. С вами был Роман Карасьев. До новых встреч.